Привет, это Владимир и поговорим про очередные бетонно-столбовые изделия. Вы же знаете, мы бетонно-столбовые маньяки, мы любим бетонные столбы. Вот такая у нас террасочка, 20 квадратных метров. Она будет опираться на внешние стены. Мы обычно все делаем на столбах, но тут заказчик уже сделал цоколь кирпичный. Вот тут еще будет оно выше, вот эта опорная площадка. И для того, чтобы разгрузить ее и сделать тонкой, 9 столбов. Можно было меньше, штук 6, но мы решили, что лишние столбы не так дорого стоят. Мы сказали, как за изделие заполню, как за изделие она стоит 40 тысяч рублей. То есть покрытие столбы и заливка. И сами уже решили, сколько столбов. Но столбы мы делаем традиционным способом. Берем буртисе. Все там плохой буртисе. Берем плохой буртисе. Хотите, возитесь бензобуром. Сережа за 2,5 часа просил 9 лунок. При том, что тут много попадалось всякой срани. А если срани нету, на глубину 80, Сережа сверлил, ну я не знаю, полтора часа. Чем ехать за бензобуром, за бензином, заводить его на морозе и прочее, прочее. Нам нафиг это не надо. Когда столбы мы ставим в малом количестве, мы делаем буром тисе. Когда, конечно, надо, к примеру, забор сделать, то мы делаем бензобуром. Теперь к делу. 7,5 тонн на 9 столбов, плюс еще разгрузка на кирпичные цоколя. Тут на 1 столб, тут 300 килограмм придется, 500. Нет смысла расширения делать, только лишний бетон, лишняя работа. Так вот, сверлим. И вот тут у нас, мы сейчас заканчиваем, и показываем. Вот все этапы производства столба. Первый этап столба, просверливание отверстия. Второй этап, заполнение отверстия до глубины земли. Мы специально туда не вставляем толевую рубашку, для того, чтобы, кроме того, что работала опора столба, еще и работала шершавая боковая поверхность. Третья, это вот, устанавливается и нивелируется по высоте, Серж, покажи им. Немножко заполняется внешняя опалбка. Раньше мы делали с рубероида, но теперь пошли к выводу, что стоимость вот такого кусочка трубы 200 рублей, а нивелировать намного проще, устанавливать намного проще, и проблем с ним намного проще. То есть на вот такое место ставится труба, диаметр 25 см, трубы 20 см. Этого достаточно, так как рабочей частью является та часть, которая в земле. А это просто передача усилия до плиты. Потом мы нивелируем по высоте, и несколько мастерков кидаем, чтобы зафиксировать, и присыпаем землей. Или надо присыпать землей, или делать глубже утапливание в бетон. Но так как тут высота в районе 65-70 см, а труба как раз режется на 3 равных куска, поэтому у нас бетон входит всего на 2 см. Несколько кидаем мастерков и так оставляем. После того, как он чуть-чуть пристынет, мы заполняем его полностью. Все скажут, а где же арматура? А где же яйца? Спокойся, сейчас они появятся. Потом мы берем просто молоток, просто 10-ю арматуру, вставляем ее примерно к краю и вбиваем. Глубина столба 1,5 метра, глубина арматуры 1,40 метра. И вот так вот мы вбиваем. Во-первых, хоть мы вибрировали, все равно пробивание через такую глубину, видите, способствует осадке бетона. То есть еще дополнительное получается вибрирование. Вибрирование. Почему 10-я арматура? Ну, восьмерка совсем не солидна. 12-я избыточна. Так как столб работает на сжатие и чуть-чуть может работать на срез, для этого там арматура. Вообще можно бы не армировать, так как это изделие работает на сжатие. Никаких тут Г-образных хомутов, интегрированных в сетку мы не делаем. Сетка и так сквозь столбы не провалится. То есть тут будет сетка поясна, она не провалится. И так мы делаем 3 вот таких. И делаем сантиметров 5, просто чтобы зафиксировать сетку. При том, что оно провибрировано, видите, почти не садится. Сейчас, уже подтвердите чуть-чуть. И только после всех этих телодвижений мы берем уровень, желательно капра, стэнли, фирменный. И уже тогда нивелируем его. Просто берем вот так, пошатывая, устанавливаем. Ну и приспаем земелькой. Земелька фиксирует вот этот тубус, во-первых. А во-вторых, от промерзания предохраняет. Конечно, все мы это делаем с противомородной добавкой. Сейчас в Таганроге в районе нуля. И ближайшую неделю обещают плюс-минус ноль. Ну, вы видите снег вокруг. Кстати, в том году, в это время, еще цветочки были. Ну, бабочки не скажу, а пчелки летали. В этом году арктический заклон заскочил, мешает нам работать. На данном этапе, все я вам пояснил, 9 столбов мы изготавливаем. Следующая будет опалубка и заливка. Ну вот, 5 часов работы позади. И 9 столбов ожидают заливки плиты. Делать ничего не можем, пока столбы не доберут хоть легкую прочность. Небольшую. Хотя процентов 30. Мы опалубку ставить не можем, так как расшатаем столбы. Ожидаем прочности. Для того, чтобы расходовать меньше хозяйского материала, сняли вот ОСБ с боковин. Для того, чтобы использовать его на опалубку террасы. И также саморезы. Подпорную систему снизу не сняли, потому что по холоду лестница будет набрать прочность больше месяца. Но снимем через одну стойки. Грубо говоря, из 100 стойок оставим 40. И сняли боковые палубы. Сняли уголки, подкручивали. А деревяшки оставим для того, чтобы крошечки, когда бегают вверх-вниз, не пробивали края не застывших ступенек. Ну, то есть стараемся использовать по максимуму саморезы по два раза и доски-опалубки по нескольку раз тоже. Они так были бушные, а теперь еще бушные в квадрате. Ну, для начала сразу скажу. Ребята, если у вас есть возможность не заливать по морозу, не заливайте. Все же покажи мне. Вот залитая 12 часов назад. Пальцем проминается. Да, но не пропало, она в прочность наберет. Но нам деваться было некуда, чтобы ставить опалубку. Особенно не заливайте что-то лицевое. Стяжки, отмостки. Весь вверх покрошится. Потому что все равно попадает снег, замерзает, оттаивает, замерзает, оттаивает. Даже если в пленку положили, лучше не заливайте. Не доверяйте этим противоморозным добавкам и не читайте эту хрень, что они пишут до минус 10-15. Это на период заливки, а потом нужен прогрев. Если у вас прогрева нет, не заливайте. Вот мы сейчас поставим палубу и заливать не будем до устойчивого плюса. Но на этот же таганрог у нас устойчивый плюс через неделю появится. Если вы в Москве, а тем более в Сибири, стало до минус 3 и ниже. Все не заливайте. Не верьте производителям добавок, чтобы потом не плакать весной. Особенно ответственные изделия, особенно перекрытие. Теперь по делу. Ну, столбы вы вчера видели. После чего, я дальше. Мы взяли и покрепили на нагелях дюймовку в проектное положение. Когда вы действуете и крепите в проектное положение, вы должны учитывать, что кроме ребер усиления у вас будет настил. И отступать на толщину настила вниз. Мы покрепили каждые 67 сантиметров нагелем, так называемым метизом по бетону, с четырех сторон. После чего на саморезах по дереву, вот так наискось покрепили туда же. Но тут будет очень тонкий слой, 10 сантиметров бетона. Если у вас что-то крепкое, ну, например, там 25 сантиметров бетона, саморезы, даже в четыре штуки, как здесь, они не выдержат. Возьмите уголки, ну, уголки, которые я там на ступеньке крепил, и уголками обязательно укрепите. Еще лучше, если вы возьмете специальные такие, продаются в магазине настрой материалов, железные, не знаю как, кронштейны, куда вкладывается доска. А это еще надежно. Так вот, через 70 сантиметров мы кинули доски от дюймовки до дюймовки, завесили их в воздухе. После чего брали вот так вот доску дюймовую, затачивали ее, сейчас покажу как. Ну, короче, низ вот так срезали, но она вот такой длины. Брали, допустим, трехметровую доску. Эти доски это демонтаж опалубки лестницы, но они были метра по два. Брали, кувалдой забивали, как только она переставала осаживаться, сабельной пилой обрезали. Опять затачивали навискость и опять так делали. Это достаточно через 90 сантиметров. То есть, через 70 сантиметров, если у вас настелилась дюймовки, вы делаете ребра с 50-ки, шаг подпорок. Если у вас есть там, допустим, ровная земля, то не обязательно коля забивать, можно настелить доску и подпорки упереть на нее. Но тут полный беспредел, мусор, это не мы делали. Поэтому мы разбираем мусор и забиваем туда коля. Все, и так мы получаем ребра. После того, как сделали ребра, начинаем собирать настил из дюймов. Настил из дюймовки мы собираем шагом 10, потому что вот, покажи забор. У нас есть вот такие ящики, которые на Тагас, Тагаровский автомобильный завод, что-то привозили из оборудования. И такие вот, фанера такая, задрыбанная, продается за копейки. То есть, мы сделаем из дюймовки, шагом 10, и из этой гниловатой фанеры. Мы хотели, как бы, реже впустить шаг дюймовки, так как фанера там где-то сантиметра, в районе сантиметра. Но она гнилая, очень старая. И поэтому мы шаг делаем. То есть, сначала мы дюймовку настелим, потом возьмем те щиты и просто вот так настелим. Всем понятно? Ребра из пятидесятки... А, почему ребра из пятидесятки? Все говорят, давайте мы из дюймовки и чаще подопрем. Так как мы делаем за всяких остатков, с отходов, у нас нет, не все доски от начала до конца. Сначала от начала до конца, а в конце, вон, Сережа покажет, вон, различные отходы. И мы будем делать из кусочков. Если на пятьдесятки мы кусочки можем состыковать, то на дюймовке, тем более обзорной, вообще не получится. Только из-за этого сделали с пятидесятки. Если делать подпорки сантиметров через 55-60, то ребра можно сделать с дюймовки. А, кстати, почему коля мы сделали из дюймовки? Потому что если коля сделать с пятидесятки, саморез сначала проходит через всю доску пятидесятки, потом только вкручивается в эту самую, в доску, в другую пятидесятку. И здесь получается, что он легко отламывается. А в дюймовке он немножко торчит. Плюс фаску мы снимаем. Короче, он глубоко в дюймовку погружается и торчит совсем чуть. То, что он отломается, вероятность маленькая. А из пятидесятки вот такое вот плечо, и он отломается быстрее. Как всегда, объясняя сумбурно, ну, кто практически делал коля, тот поймет. Ну, а теперь продолжаем настил и снимем продолжение. Ну, вот мы черновую палубу сделали. А сейчас фанерины какие-то внутрь валялись. Они были нормальные, просто валялись. А какие-то с такими перемычками, так мы их монтировать и будем. Пытались перемычки снять с фанерин, но фанерина тогда проламывается. И ничего с ней сделать невозможно. Как мы делаем разгрузку вокруг столбов? Очень просто. Сначала берем до той поры, куда может идти доска, останавливаемся. И так же вот там. Потом берем, крепим каратыши между двумя досками, которые оперты на опоры. Вот такие вот каратыши. Один, второй. И на них причаливаем доски. То есть, понимаете, допустим, вот опора, вот эти две доски на опорах, между ними перемычка и на перемычку доска. Шаг сделали десятку, потому что боимся 15. Фанера, вон, видите, какая вся задрыпанная. Не дай бог она проломится. Мы же тачкой будем возить бетон. Бетон будем возить, замешивать прямо вот там, в конце сыпучей, провозить по всему дому, сливать сюда и потом заливать. Поэтому мы боимся ездить тачкой по плохой фанере. Можем провалиться. Поэтому палуба черновая сделана с дюймовки через 100 миллиметров. Дюймовка разная. Мы всего использовали две с половиной доски новых. Остальные все с демонтаж с лестницы, демонтаж с лесов каменщиков. Всякий демонтаж вот с таких вот вещей. Чтобы цена для хозяина была бесплатна. Также мы использовали вон в ведре лежали саморезы. Вон они валяются возле ведра. Которые были на лесах каменщиков и на лестнице. И используем в последний раз. Потому что это все будет хорониться. Мы их крутим любыми плохими саморезами. Ну и нам демонтировать не придется. Это навсегда так и останется. Ну вот. Пожалуй, это самая худшая палуба, которую мы когда-либо собирали. Она собрана из говна и палок. И из кусочка ОСБ. Из четвертой, шестой фанеры. Из вот этого вот отхода упаковки оборудования. Вон мы их перебрали как более-менее поровнее. Вот мы с ним мучились. Но так как это все будет хорониться, так что пофигу на это все. Так. Здесь опор для плиты есть шириной в один кирпич. А с этой стороны, где нет опора, мы анкероваться будем каждые 200 миллиметров. И так, и вот в этот ряд. Этого достаточно. Тут без счета арматурен. Плюс столбы на расстоянии менее метра. этой мощности хватит. На 9 столбах и на куче анкеров. Плюс по внешним краям с трех сторон есть упоры. Я думаю, плита будет стоять вот и до. И здесь то же самое сделали. с остатка в ОСБ с 50-ки обрезков. То есть пособирали вот такое, которое валяется по участку после кроличков. И со всего сделали опалубкой ступеней. Специально не вяжем арматуру, потому что снег все время сыпется. Тут насыпется снег, чтобы мы могли его подмести, убрать, именно в день заливки повязать арматуру и только тогда заливать. Иначе снег, который вот так будет лежать, вы его ничем не вытравите. Даже теплой водой оно будет остывать и на лице сдаваться. Поэтому именно непосредственно дождемся в районе нуля даже легкого плюса, обещать насыщение недели плюс 3. Потом подметем и потом только повяжем сетку с арматуры и сразу зальем. И закроем пленкой на противоморозке. То есть вот такая хитрость. Ну все, пацаны уже собрали инструмент и зовут меня. Ждали, мы ждали устойчивого плюса, которое обычно у нас в середине декабря бывает и не дождались. Теперь погода такая 2 дня тепла, 2 дня мороза, 2 дня тепла, 2 дня мороза. Так как изделие, плита эта будет очень тонкая, мы решили не рисковать несмотря на противоморозные добавки на все ее не заливать. Возможно даже вообще в этом году. Так она в зиму идет, опалубка установлена. Мы специально арматуру не вязали, чтобы потом из-под нее не вычищать снег и налить. Поэтому так она идет в зиму. А за это время мы решили залить 2 верхних ступеньки входных групп. Одну вот здесь вот с знаменитой части дома, одну с фронта дома. Видео сейчас будет предоставлено вам. И еще один минус. Раньше вот этого оконного блока не было. И замешивая вот там около сыпучих с той стороны дома и возя тачкой прямо по внутри дома, эти три куба мы залили бы очень быстро. Теперь конечно будет быть порой. Во-первых, возить по внутри дома теперь нельзя. Надо обходить вокруг дома или обвозить тачкой. Но тачка же на такой высокий парапет не заедет. Потом из тачки ведра вели лопаты разгружать на плиту. То, что можно было сделать за 4-4 часа примерно по кубу в час теперь превратится в целый день работы световой. Но заказчик ждать нас не мог, потому что он заказал красивые дорогие окна и ему некогда было ждать, пока будет плюс. Вот хочу наглядно показать, что даже при применении противоморозной добавки надо накрывать сверху изделия. Здесь мы не успели накрыть. Вот смотрите, тут применялась противоморозная добавка, а все равно верх получился, самый верх. Дальше там все нормально, но самый верх от того, что сюда падал снег, замерзался, размерзался, замерзался, размерзался и отслоил верхний слой. Хоть добавка была добавлена, до минус 10, а была всего минус 3. А в тех местах, где вот видите здесь крыша и где ничего на него не попадало, вот, все идеально. И здесь все идеально, ничего не отслаивается. То есть там, где крыши не было, вот раз, два, три столба, особенно вот здесь наглядно видно. Видите? Но благо это столбы, изделие массивное, оно чуть-чуть, как бы, дело не в промерзании, а в том, что не надо позволить верхнему слою замерзать, оттаивать. И тогда даже противоморозка не сработает, если вы дадите замерзать, оттаивать. А вот здесь залиты бетонные ступеньки. Ну и как всегда нашими матами флексихид прикрыты. Во-первых, это гидроизоляция, а во-вторых, они греются. И так вот за несколько дней прочность наберется. Сейчас чуть-чуть выше нуля, но все равно ночью бывает до минуса, поэтому мы матами флексихид все прикрыли, и это даст возможность изделию набрать прочность. Вот на всю вот эту, у нас матов нет, и поэтому мы это заливать не будем. Будем заливать только верхнюю ступеньку с той стороны дома, про которую до или после этого видео будет. А это мы отложим до устойчивой недели тепла. А если недели тепла в этом году, то есть в районе нуля, не будет, тогда значит заливаться будет в следующем году. Вот эта вот вся плюшка бетонная. Вот здесь, на том же доме, на котором мы делаем бетонную террасу, на столбах, мы делаем верхнюю часть ступеньки. Вот это все было сложено из кирпича. Мы делаем верхнюю часть ступеньки из бетона. Ну, как всегда, нашим методом мы крепим вот тут на сегменты порезанную дюймовку на нагелях. Потом к ней саморезами по дереву 90-ми прикручиваем 50-ку. Посередине 50-ку подпираем от пола, забивая туда в землю кол и обрезаем по верху. А с этой стороны крепим на нагеле. Сейчас покажу. Ну, там сверление и два нагеля. Нагель это вот такая хрень для тех, кто не знает. То есть, в стену нагелем это нагелем дюймовка, а в дюймовке уже деревянными саморезами уже 50-ку. Такой метод годится только для тонких изделий. Здесь будет толщина всего 12-12 сантиметров. Поэтому тут бетона много не будет и посередине одной подпорки хватает. Вот Сережа сейчас уже обрезает вот эту сложенную круглую часть. Вся эта опалубка будет хорониться. Так как пролёт здесь маленький, здесь будет танкировка прямо в стену цоколя кирпичного. А здесь будет бетонная плюшка лежать сверху кирпича. То есть опорой будет здесь кирпич, так как опалубка вот здесь будет. А там анкировка арматуры каждые примерно 25 сантиметров. Для ненагруженных изделий это нормально. Этого достаточно. Ну вот продолжается эпопея с этими ступеньками. Занкировано кирпичный цоколь до утеплителя там даже до утеплителя арматура. Также замкировано в бока. Здесь на нагелях установлена просто узбина. Жесткость ее хватает. Она не шатается при слое тут 12 сантиметров. Она не шатается. И погнала заливочка. армирование 250 на 250 10 и 12 арматура. Какая пришлась. Какая валялась тут по объекту. Видите объект уже заканчивается. Такая есть. Кстати знаменательный факт. Ровно два года этой корости бетон мешалки профмаш ровно два года. Вот как она бедненькая ужасно выглядит но работает. Клянусь по-пацански слово даю. Ничего мы с ней не чинили кроме один раз я разобрал и смазал колеса чтобы они крутились и все. Ровно два года она исправно работает. Вот крутит звук вы слышите. Люфты там в подшипнике в заднем появились и оттуда вот с того подшипника вот сыпется стружка. Поэтому это место единственное которое мы смазывали. Вот там. Но стружка сыпется. Люфты есть но пока работает и работает. Сейчас зальем ступеньки и видео продолжим. Ну вот верхняя ступенька полу ступенька полу входная группа готова. Сейчас она чуть-чуть прижухнет пока мы собираемся. После чего мы ее накроем матами Flexi будет жарить двое трое суток потому что потом будет мороз но первые трое суток она наберет примерно 30 и 30 50 70 процентов прочности молотком постучим увидим после чего маты можно будет убирать и она доберет остаток прочность до марочной примерно как только тепло становится работал у нас две каски это заняло 5,5 часов мы берем за квадратный метр такой работы полностью опалубка армирование заливка внешняя опалубка полторы тысячи за квадратный метр здесь где-то 6,5 квадрат но это примерно почти 10 тысяч 9 там 750 летом берем еще дороже но так как сейчас заканчивается сезон перебирать особо не хочется пусть мы на этом же доме заливали и лестницу вы ее уже видели и с другой стороны входную группу и плюс еще будем заливать террасу на бетонных столбах ну вот сутки была легкая плюсовая температура а ночью обещают минус с той стороны здание мы вчера положили на сутки один из флексихитов и там все нормально уже бетон бьешь он звенит здесь он сейчас покажу пальцем проминается вот видите следы то есть он сырой я его оставляю сейчас по как сказать по теории на сайте производителя да и сам я знаю где-то за пол суток летом набирается 60-70% прочности бетонного изделия но так как сейчас в районе нуля я ставлю на сутки можно полутора впереди выходные кролички работать не будет и мешать не будет запитал я их из здания ну как обычно через переноску вот так вот накрыл сверху от осадков атмосферных потому что сегодня минус три ниже обещают тут правда написано не так не складывать друг на друга но у меня тут в одном месте пересечения на один сегмент но мне по другому не получается положить так как матэ 6 метров а у меня тут 5 метров крыльцо поэтому вот поджарим флексихитами это крылечко ну и добьемся того чтобы бетон звенел но это не 100% набора прочности но это достаточный процент набора прочности чтобы потом после размерзания бетон добрался до марочной прочности и конечно противоморозка использовали вот такую противоморозку она у нас по 250 рублей на распродаже в строительном гипермаркете 10 литровая канистра вот мы израсходовали из-за расчета минус 10 мы добавили хотя обещают минус 3 минус 4 но очень тонкое изделие 12 сантиметров поэтому чтобы оно не промерзло мы обязательно его поджарим но потом снимем насколько прочное стало изделие за сутки ну вот господа зрители сейчас я покажу как нагревается бетон раньше приехать не получилось сейчас 4 часа темнеет поэтому мы приехали чуть позже вот мне помогает мой племянник Кирилл сейчас скажу ему по моей команде он резко поднимет мат и увидите как бетон будет парить Кирилл давай посередине бери вот тут оттягивай давай резко сходи во все стой Кирилл так стой видите как парит бетон а все покажу вот я Кирилл не показываю кстати чтобы засирать так мат можно положить пленочки но пленки под рукой не было все Кирилл опускай можешь даже бросать ну как нормально а вот здесь мата не хватило ты молодец ты хорошо сделал поэтому мат приходится двигать туда сюда то есть брать его сюда сдвигать и потом сюда так как мат метр двадцать а ступеньки метр шестьдесят поэтому приходится сдвигать мат чтобы прочь набрал весь массив бетона кстати кролички здесь уже возвели себе подмасти для того чтобы облицовывать короба на втором этаже вот так это все изготавливается очень удобно быстро сухо в отличие от кабельного прогрева который греет вокруг кабеля весь массив не греет этот метод более щадящий для бетона и нормально как говорится дает бешеный эффект то есть грубо говоря за сутки почти любое бетонное изделие даже зимой у вас наберет большую часть прочности ну вот маты через двое суток сняли смотрите как отчетливо видна гранита граница сегментов мата в которых нет нагревательного элемента и там она бетон не прогрела вот на бетоне полоски остались и так же видна граница обогревающего мата так как он метр двадцать а ступеньки метр пятьдесят и впереди новогодние праздники и температура будет топтаться в районе нуля плюс небольшой минус небольшой плюс небольшой минус небольшой и поэтому даже при том что бетон набрал довольно большой процент прочности вверх будет подвергаться циклам оттаяния замерзания так как марка все таки не добралась еще до проекционной до проектной для проекционной поэтому лучше старайтесь ваши изделия которые зимой зиму переживают прикрыть пленочкой не для того чтобы было тепло а для того чтобы верх этих изделий не набирался влага не разрушался от сил морозных вот этих оттаивания замерзания арматуру которую мы на вот эту плюшку заказали хозяин или его помощники бросили прямо на грунт а грунт на тот момент был мягкий и она кое-где вымазалась ну поэтому сейчас нам чистить не надо так как сейчас монтаж по понятным причинам арматуры не нужен поэтому мы прикрыли может быть даже до весны так лежать будет пленкой вот пленка и придавили поддонами для того чтобы арматура была хоть чуть-чуть чище не обмерзала и не была очень сильно в грязи фронтальную ступеньку накрыл пленкой а эту ступеньку я накрыл листами фанеры которые остались и досками и уэсбинами в принципе никакой разницы главное чтобы не давать снегу лежать непосредственно на бетонном массиве кстати и еще одно кстати любимое масло кстати хоть я маты обогрева ложил один на другой чего в инструкции делать напишено запрещено вроде оба мата целы живы и работают и обогревали под собой исправно поэтому в случае крайней нужды перехлёст матом небольшой я думаю они выдержат хоть это не поинструкции когда я же все укрыл снял видео собирался домой ко мне подошли люди в штатском стали спашить какой-то дом они представились сотрудниками определенных органов и сообщили что через два дома отсюда вот там обчистили дом поэтому я решил перебдеть и даже из дома вынести свои обогревательные маты и затащить их в машину и увезти домой и также убрать вот тут наплавляйку которая используется под мягкую черепицу потому что кролички работают почти каждый день и они решили здесь ее оставить чтобы не таскать ее туда-сюда но я решил ее убрать обращаю внимание что именно в зимний сезон когда в домах все закрыто до весеннего и когда никаких рабочих чаще всего рабочих и хозяев нету дома обчищают поэтому все что может казаться варам ценным уберите так чтобы не было видно с окон а еще лучше вывезите куда угодно в гараж гараж за 2000 можно арендовать на зимний сезон и туда все вывезти но если даже вы не вывозите хотя бы уберите так чтобы с окон не было ничего видно потому что эти ребята веселая профессия они подходят дому смотрят в окна если находят что-нибудь целое ценно они вскрывают дверь или разбивают окно и обчищают если же дом пустой и внутри только бетонная стяжка нет особенно никаких медных проводов и ничего подобного вероятно что они будут вскрывать этот дом минимально так как вокруг еще сотни недостроенных домов поэтому используйте моими советами уберите все ценное вывезите или спрячьте так внутри дома чтобы окна не было видно 120 раз скажу ребята если у вас нет жизненной необходимости если вы заливаете изделия которые когда-то будут лицом как то стяжки отмостки террасы не заливайте их если вы не ждете устойчивого плюса хотя бы плюс 1 2 3 4 дня все противоморозные добавки все пленки все эти пенопласта могут не сработать особенно добавки сейчас делает не пойми кто и они могут не сработать добавка в основном на спокойную заливку предполагает что если температура будет отрицательная сразу то нужен подогрев или очень четко изоляция от внешних сил поэтому если у вас то плюс то минус то плюс то минус и жизнь вас прям не душит например что это фундамент который надо залить в этом году и траншея обсыпется лучше не заливайте после этого видео у вас плывут две иконки про еще другие изделия с бетонными столбами которые мы очень любим если вам интересно можете смотреть с вами был как всегда Владимир реальная стройка всем спасибо всем пока